До 1 сентября этот каток жители по улице Мокрова будут наблюдать в четырех дворах. Таковы планы городской администрации. На благоустройство нескольких придомовых территорий потратили более 9 миллионов рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Поскольку сумма затрат внушительная, то и требования к подрядчику самые строгие. На данном этапе уже есть недочеты. «Или делаем сразу качественно, или вообще не делаем. Мы же вас сюда целенаправленно не приглашали. Были торги, вы на торгах выиграли. Сами никто вас там не звал, не приглашал, не уговаривал. Все правильно, все законно. Вы почему работу делаете некачественно? И нас куда так к производителю бордюры отправляет. Так не пойдет, ребята». На устранение ошибок дали ровно неделю. Подрядчики заверили, успеют точно в поставленный срок. Кроме непосредственного заказчика, есть и те, для кого в первую очередь делается этот ремонт. Местные жители уже оценили результат на данном этапе. «Лучше, лучше, конечно. Раньше все, ямы, ухабы были. Молодцы ребята делают. Приятнее стало приезжать». «Конечно, разговорные так все». «В данных дворах это Мокрово 27, 29, 19. Здесь в едином комплексе производятся работы по благоустройству. На данных дворах у нас будет осуществлена укладка асфальта 6500 квадратных метров. Большие очень дворы. Здесь предусмотрен отвод ливневой канализации, чтобы максимально улучшить жизнь горожан. Здесь мы распределили, если раньше здесь все было в песке, здесь мы вместе с жителями по дизайн проекта распределили отдельно зеленые зоны, отдельно игровые, отдельно асфальтированные. Здесь садик рядом, сквер Зочи, чтобы можно было подъехать, поставить машину ни в песке, ни в грязи. Нормально пройти ребенка в детский сад увезти. Контроль качества осуществляем всегда. Третий раз приезжаем, замечания есть. Основные замечания – это как по всем дворам, сколы на бордюрах, асфальт не везде качественный. В любом случае, качественный или некачественный будет определять лаборатория». Всего в 2020-м в УАН-УД благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», разработанному по поручению президента России Владимира Путина, будет благоустроено 56 дворов, а именно в Советском районе 20, в Октябрьском 18 и столько же в Железнодорожном. Все работы должны быть завершены до 1 сентября. Андрей Слепнев, Илья Бельков, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.